Итак, записали, внесли коррективы до 20 октября, обязательно к посещению. Но если здесь мы можем с вами посмотреть выставку, то прямо сейчас мы вам расскажем, как можно поучаствовать, как раз таки, если вы причастны к культуре и искусству. Молодежь Южного Урала может получить премию имени Полиничка и губернатора Челябинской области. Напомним, их вручают ежегодно за высокие показатели в различных областях, областях науки, культуры, социально значимой деятельности, а также профессионального мастерства и другие. Как эту премию получить и как будут выбирать лучших, мы сейчас узнаем у нашего гостя. С нами на связи Светлана Калимулина, руководитель главного управления молодежной политики Челябинской области. Светлана, здравствуйте. Доброе утро. Светлана, подскажите, пожалуйста, премия Полиничка и губернатора Челябинской области очень престижная. И у меня есть вопрос, какой стаж или какие награды нужно иметь, чтобы баллотироваться на нее? Баллотироваться – это интересная формулировка. Скорее подать заявку на участие, на соискание данной премии. На самом деле надо принимать активное участие в различных совершенно областях жизни, которые могут быть интересны молодым людям. Это может быть добровольчество, это может быть творчество, это может быть научная деятельность. В зависимости от приоритетов и взглядов молодого человека, который тем или иным природом деятельности занимается. Это может быть в том числе и самоуправление. Например, у нас активно развивается студенческое самоуправление в вузах, в школах, ученическое самоуправление. В колледжах также существуют студенческие советы, тоже один из вариантов развития событий. Ну и, конечно, патриотическое воспитание. Ну и в первую очередь добровольческое, повторюсь. А какой должен быть возраст участников, которые планируют подать заявки? Ну и так как это премия, конечно, мы спешим узнать, какая же сумма предполагается тем, кто выиграет эту премию. Два вопроса, постараюсь по порядку ответить. Значит, участниками, соискателями на премию могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это возраст молодежи в Российской Федерации, установленный новым законом, который нам прямо перед Новым годом, собственно говоря, подарили, можно сказать, который мы очень долго ждали. По премии Полиничка у нас это первая премия, про которую мы сейчас поговорим. Это 10 премий размером по 30 тысяч рублей. И вторая, это будет премия губернатора Челябинской области. Это будет 53 премии в размере 25 тысяч рублей. Скажите, какие существуют номинации в этой премии конкретно? Еще раз повторюсь, это творческая деятельность, добровольческая, общественная деятельность, школьная и студенческое самоуправление, патриотическое воспитание, а также молодежные медиа. Мы понимаем, что медиа активно развиваются и достаточно много у нас молодых талантов в этой среде тоже появляется. Как будет происходить отбор самых лучших? Достаточно ли будет подать пакет документов или участников ждет еще что-нибудь? Нет, отбор будет проходить, скорее, это один этап, когда ребята подают заявки сначала в свой муниципалитет. У нас 43 муниципальных образования, каждое муниципальное образование какое-то количество участников будет номинировать. То есть есть, скажем так, два этапа отбора участников. Поэтому сначала муниципалитет, муниципалитет на своем уровне производит отбор, дальше подает заявку нам в главное управление. И тут уже мы на своем следующем уровне принимаем решение о том, кто же самый достойный. Ну, по опыту прошлого года, скажу честно, заявок очень много. Только до нашего управления дошло в прошлом году порядка 200 заявок на 53 стипендию. То есть конкуренция достаточно высокая. Скажите, а где можно подробную информацию еще посмотреть, почитать, если кому-то интересно? Подробное положение можно найти на сайте главного управления молодежной политики Челябинской области. То есть участники еще успевают подать заявку и на премию, и на первую, и на вторую, правильно? Совершенно верно. Мы только начали прием заявок, поэтому, к счастью, анонсируем это заранее. У всех есть время спокойно, чтобы собрать пакет документов почти целый месяц. Поэтому до 1 октября и до 10 октября в части стипендии губернатора можно успеть подать заявки. Светлана, мы благодарим. Надеемся, что в этом году заявок будет еще больше. Еще больше молодежи увлекутся этим процессом и подадут свои заявки. Спасибо, что вышли на связь этим утром. Спасибо большое. Итак, напоминаю, мы связывались со Светланой Каримулиной, руководителем главного управления молодежной политики Челябинской области. Да, и настало время нам уже 9 часов. Это значит, что мы прощаемся с телеканалом ОТР. Смотрите нас на телеканале ОТВ и по прямой трансляции ВКонтакте и в Одноклассниках. А прямо сейчас у нас короткая пауза.